В спину, соответственно, в плане слишком сильно перенесён вес, тоже в плане не ошибки. Ну, то есть с перекошью, по-моему, и это тоже является, раньше уже поздно. То есть если не согласованное у нас получается движение слишком рано и слишком сквозно, мы доводим наше тело, то тело не связано и, соответственно, мы теряем. Положение руки, обратите внимание, где у нас находится на плане, если мы слишком высоко. То есть это как бы положение тела, когда у нас выключатель к чему, когда рука меняет свою руку. Это неправильно. Это неправильно. Это одновременно. При любом отклонении у нас замедляется потом цепь. Нам важно, чтобы эти принципы были понятны. Понятны нам самим. В данном случае перемещение. Любой варианте, если вы высыпаете, у нас меньше пяти целей, мне кажется. Ну, то есть уже поток будет лучше. Сенч. Левый движение. Здесь меньше 2 движения. Здесь нет потоков. Здесь нет потоков. Если вы едите, то вы решите, да? Вы делаете 6-мак чек. 6-мак чек. Паш, перебарь. Сейчас у тебя. Подожди, Паш. Шесть стрелка. Шесть точек. Шесть точек. То есть вес, правильное оспющение веса. Правильное вернусь весом. То есть слишком рано, перемещая вес, слишком поздно перемещая вес, это все является ошибка. За кладение друг к другому. Направление тела, дайте богу следить, чтобы не было, не было слишком правильного управления. Направление руки, положение руки. Чем больше правильность достигается во выполнении, тем лучше цикулирует. То есть, если мы понимаем, скажем, все эти принципы и шесть точек, соответственно, мы прибиваемся более правильно. Чем меньше отклонение от правильного положения, тем больше у нас поток. То есть, чем больше у нас отклонение, тем меньше поток. Чем меньше отклонение, тем больше у нас цикуляция. Ну, то есть, эти ключевые моменты должны быть понятны и достаточно осознаваемы. Всем поздравляем? Всем всё понятно. Да. Дайте богу о болезни. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. То есть, всё, что я сказал Макс о положении тела, о положении веса, о положении бедер, стоп, коленей, ключей, локтей и кистей, о движущении веса, о положении расположении направления, должно быть всем очевидно понятно. Понятно, я не знаю. Затем, я не знаю. Понятны ли всё что я сказал? Я не знаю. Просто я не знаю. Незавременно. 15 минут. Незавременно? Незавременно. Она не делать. Он пишет, что-то... Я думаю, что тогда никто не может быть совершенно правильным, все пусто. Прикинь, прикинь, прикинь. При начале, конечно, у всех есть ошибки. Большие. 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 Да, они нет. Пресс, пресс. Здравствуйте, Игорь. И при практике возникает, скажем так, все меньше и меньше. Мы делаем умнее. Делается лучше, да. Наш улучшается. Прикинь, пожалуйста. Я не поражаю, можно выйти на сцену и мне помогать. Но вообще не надо. Вы представляете, Маша, то есть небольшое умножение? Молодой. Молодой. То есть нет одного тела, которое мы будем совершенно полностью правильным. И это важно, первое, что это важно очень понять, что тут не существуют такие принципы и что их можно познавать. Чем больше вы понимаете эти принципы, тем больше у вас есть возможности их реализовать в практике и соответственно меньше ошибаться. Чем больше у вас отклонения, тем соответственно меньше поток цифр. Меньше у вас отклонения децит, больше тысяча. То есть по мере того, как у вас сокращаются ошибки и ваше исполнение, ну скажем, ваших один-двадцать тысяча. Не волнуйтесь, если у вас случаются ошибки. Не волнуйтесь, если у вас случаются ошибки. То есть старайтесь понять, где у вас именно причина ошибки. Не волнуйтесь. Очень важно первая часть про понимание спец. То есть в том, где у вас заключена ошибка. То есть в том, где у вас заключена ошибка. Понятно. Вы четко, у вас есть какие-то повлияния. У нас есть несколько повлияния, а то есть ... В одном и том же. То есть в одном и том же. vale председателя ст dessas вы карьеры ничего Nietzsche монстр подсказ про הוא не сад с действияю подбирает и не ударить это дело не ударить не ударить и уже не ударить первые движения это первое движение машины спиральная техника второе движение второе движение Движение Данья Тянья. То есть в положении, когда мы поднимаем руки, у нас есть движение Данья Тянья Вики в санборде. Нет спирального движения, а есть упадение. То есть первое движение это Данья Тянь право-влево, а второе движение это отсутствие поворота право-влево. Данья Тянь право-влево-влево. Данья Тянь право-влево-влево-влево.